Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Лектория «Прямая речь» представляет Елена Новоселова. Лекция «Зачем нужны измены и как их пережить?» Большое спасибо, что вы пришли. Я думаю, тема живо-трепещущая. Трепещущая жива иногда очень долго. Как это не печально. Однако измены... Вот согласитесь, слово страшное, да? Измена. Вот мне сразу как-то лубянка, подвалы, предательство, расстрел, как минимум, через повешение, в лучшем случае. И мы же, не задумывая, все время произносим все эти страшные слова, а слово имеет значение. И когда мы говорим эти страшные слова, мы к ним и начинаем именно таким образом относиться. А тема у нас такая «Зачем нам нужны измены?» Или лучше сказать, наверное, так «Зачем нам нужны мужские измены?» Потому что между мужскими и женскими изменами есть большая психологическая разница. Огромная, колоссальная, почти непреодолимая. Точно так же, как почти непреодолимо наше непонимание с мужчинами. В этом тоже есть свой определенный кайф, если хотите. Потому что если будешь жить все время с себе подобным, это скучно. А так живешь с существом, в общем-то, совершенно по-другому устроенным. И всю жизнь пытаешься его понять. В этом тоже есть много интересного. Если уметь слушать, уметь слышать и уметь понимать, зачем мне это нужно. Сегодня, по-моему, я прочитала на Фейсбуке такой интересный смешной ролик. Скажи, пожалуйста, что ты будешь делать? Я буду счастливой. Да нет, я про сегодняшний день. Так какая разница? Так вот, быть счастливой каждый день или вообще быть счастливой? Это значит быть счастливой каждый день, несмотря ни на что, что бы ни случалось вокруг. Но мы настолько подвержены влиянию внешних обстоятельств, и совершенно не понимаем, что с нами происходит. И когда случается измена, у нас как будто бы вышибают абсолютно всю почву из-под ног. Мы летим в какую-то страшную пропасть и считаем, что жизнь закончена. Я вам хочу сказать, что это еще хорошо, если на год мы летим, год мы летим в эту пропасть. Но истории известны случаи. Я вам хочу сказать довольно часто. 10 лет, 15 лет. И люди не могут прийти в себя. Когда женщины не могут прийти в себя, цепляются за это состояние, хотя я уверена, что им просто в нем очень комфортно. Потому что если тебе некомфортно, ты оттуда будешь выкарабкиваться. А чаще всего это комфортно. Мне там хорошо. Почему мне там хорошо? Да потому что это меня освобождает от новых знакомств, от ответственности за свою жизнь. Я могу теперь плакаться вечерами все 15 лет своим подругам. Они будут меня сначала утешать, потом злиться, потом куда-нибудь выводить, потом опять утешать. То есть я буду центром внимания достаточно долго. Там масса преимуществ. Причем, заметьте, мы с вами говорим о женщинах не в каком-то там смысле ничем не занятых или домохозяйках. Вот я вам сейчас рассказала историю, которую тоже мне недавно рассказали. Это женщины очень современные, работают на хорошей позиции. Ничего не удерживать, чтобы улететь в эту самую пропасть. Я буду иногда заглядывать в бумажку, потому что, как вы догадываетесь, на эту тему я могу говорить минимум 24 часа. 80% женщин, которые приходят на консультацию, они садятся в кресло и говорят, ну я к вам с банальной темой, как у всех. Ну, даже можно дальше по пунктам только, да, потому что что она чувствует приблизительно. Понятно, хотя у каждого это переживание свои. Муж изменил. Что-то в наших головах происходит, я так думаю, очень странное, потому что у меня ощущение, что нас не отпускает прошлая эпоха, советская эпоха. До советской эпохи похождения мужа назывались адюльтером. Согласитесь, есть некая разница. Тяжелая измена и адюльтер. Я вам скажу более того. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, когда Энгельс писал «Происхождение семьи, частной собственности и государства», у него есть пассаж о том, что спасло моногамную семью. Как вы думаете? Проституция. Да, проституция. То есть то, что сейчас опять-таки называется страшным словом. Измена. Хотя мы иногда, прищурившись, говорим, что да, ну если это с проституткой, то я не буду переживать. Ну тут же идут в ход абсолютно все гаджеты, отслеживания, звонки друзьям, в какой бы они были, это были проститутки или любовницы. И пошло-поехало. Не верю, что к связи с проституткой современная женщина может отнестись спокойно. Хотя на самом деле это самая, самая невинная и самая безопасная форма мужской измены. Потому что проститутка не станет женой, она не будет делить имущество, она не уведет вашего мужа от ваших детей. Очень часто к проститутке ходят исполнить и реализовать те сексуальные желания, которые с матерью детей невозможны. Помните, был фильм, по-моему, это было, анализирую это, если я не ошибаюсь, когда жена ему предложила ласки ниже пояса, он сказал, ты сошла с ума, потому что потом ты будешь целовать наших детей. То есть есть какие-то табуированные темы, которые совершенно невозможны. И поэтому для семейной жизни или они традиционно невозможны, или они табуированы каким-то образом. И поэтому мужчина решает свои проблемы на стороне. Если бы был институт проституции, то семьи у нас нормальные, хорошие, то у нас семьи сохранялись бы значительно больше, крепче и без всяких последствий. Теперь еще одна интересная штука. Вот я говорю о том, что мы что-то перепутали в наших светлых головах, хорошо бы нам всем немножко прийти в сознание и все-таки расставить там акценты. Что мы перепутали? Мы пользуемся нравственными, даже нет, не нравственными, моральными. Нравственность все-таки это серьезная штука, а мораль – это какая-то бестолковка, которая меняется от каждой десятилетия. Меняется сегодня одно морально, завтра другое аморально и так далее. Ну, хотя бы, да, хотя бы такой простой пример. До 41-го года женщины, которые родили ребенка без мужа, считались позором деревни, города, улицы, чего угодно, ворота дег, темно и дальше по тексту. А после 45-го года им начинали давать пособия и всячески их хваляли. Да, ну, то есть все зависит от ситуации, а вовсе не от какой-то высокой нравственности в этом вопросе. Очень часто это происходит именно так. И я прочитала интересную мысль у Капицы о том, что наше изменение цивилизационной, вот эпох, происходит сейчас на уровне одного поколения. Никогда такой быстроты не было. Это зависит от демографических проблем. Там есть определенная математическая формула, которая нам с вами не очень интересна, если можете просто посмотреть это. И таким образом мы с вами пользуемся прошлым веком, то есть нашими бабушками и мамами, которые говорили о том, что измена – это чудовищно, измена – это страшно. Если он изменил, то где твоя гордость, немедленно разводись. Согласитесь, очень много разводов происходит именно от измен. И очень часто это происходит, потому что женщина не может этого пережить. Может, она и пережила бы, и плюнула бы на это. Кстати, в деревнях очень хорошо говорили на эту тему обычно женщины, когда там какой-то, допустим, Марии говорили, слушай, Маша, твой-то с фроськой насиновали всю ночь. Кувыркался. Он говорит, да не хай, не измылиться, лишь бы там чинил крышу и еще чего-нибудь бы делал. То есть там была определена роль мужчины. А поскольку у нас роль мужчины поменялась в наших жизнях, он теперь соратник, друг, подруга и прочие функции выполняет, то ощущение, что из-под тебя выбили вот эту самую почву. Мало того, присобачилась теперь уже лет 10. Как вот эта вторая половинка к этой теме. Такое впечатление, что все мы калеки. Вот нужна вторая половинка, чтобы встать двумя ногами. И поэтому это тоже болезненно. И вот когда начинаешь разговаривать и все-таки раскручивать женщину, что же так переживается-то тяжело, что же так засело-то там, то вдруг выясняется, что вовсе никакая не любовь и никакая не привязанность очень жгучая. Страх. Страх. Страх потери статуса. Страх слова «разведенка», который опять-таки к нам прыгнул из каких-то допотопных времен. Страх остаться одной. Хотя непонятно, почему сейчас в наше время женщина боится остаться одной. Почему? Она очень часто зарабатывает столько же, сколько муж или даже чуть-чуть побольше. Она вполне может справиться с детьми. Особенно я говорю про большие города. Никаких проблем таких вот серьезных нет. Привычный страх. Страх, который должен быть. Если тебе муж изменил, обязана переживать по определенной схеме. Если ты не переживаешь по определенной схеме, то с тобой что-то не так. Вы знаете, когда мне муж изменил, и в результате наш брак распался, но он распался не потому, что вот он мне изменил, а он должен был по определению развалиться, то, естественно, это случилось 7 января, и я 10 января повела детей в школу. Ну, конечно, удар был естественным. Я еще не была такой мудрой. Это я сейчас такая мудрая стала. И единственная чела... И я вся, конечно, выгляжу роскошно, понятно, как мы все выглядим после таких событий. Утром, 9 утра, там еще вообще ничего, конь не валялся. И ко мне подходит одна из мамочек из класса и говорит, ты что так выглядишь? Я говорю, вот, с мужем рассталась с 7. Она говорит, ой, классно. Я ее чуть не убила. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...